В станице Анапская уже давно стала традицией в канун Нового года поздравлять семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Уходящий год не стал исключением. Администрация сельского округа и объединение «Открытые сердца» не оставили без внимания ни одного ребёнка. Все получили индивидуальный подарок и поздравления от сказочных героев. На территории нашего округа проживает 62 семьи, в которых воспитываются ребята с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году на базе Дома культуры Станицы Анапской было создано клубно-любительское объединение. Цель создания такого объединения была собрать вокруг себя детишек, родителей, мам, чтобы адаптировать ребят в обществе, чтобы помочь им открыть им свои сердца. И наше клубно-любительское объединение получило это название «Открытые сердца». И стала традицией уже в канун Нового года проводить поздравления по месту жительства с небольшим театрализованным представлением. Дед Мороз, Снегурочка поздравляют детишек, вручают им новогодние подарки и приглашаем их на нашу новогоднюю ёлку. К этому маленькому празднику готовятся и сами ребята. Вместе с родителями шьют новогодние костюмы, учат стихи и песни. Кто подарки нам принёс, это дедушка Мороз. В организации таких праздников активное участие принимает Оксана Смирнова, методист сельского дома культуры. Оксана сама мать особенного ребёнка и на своём жизненном опыте знает о всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться детишкам с ограниченными возможностями здоровья. Почти год назад она возглавила клубное любительское объединение «Открытые сердца» и теперь делает всё возможное, чтобы адаптировать таких детей к полноценной жизни. Изначально у меня было в планах организовать объединение родителей, которые могли бы делиться друг с другом проблемами, опытом прежде всего. В итоге мне этого стало мало. Мы стали приобщать детей, стали организовывать вместе с мамами творческие занятия с целью социализации наших детей. Большинство из них сидят дома в четырёх стенах и, в принципе, ничего не видят. Сейчас я вижу горящие глаза. Я вижу, как они ждут наших пятниц. Я вижу результаты их работ. И особенно радость в глазах матерей, которые рады за своих детей. Для меня это очень много. И сегодня, я считаю, у нас есть семья. Семья, где говорят на одном языке. Где всегда нам рады, нас ждут. В феврале 2017 года клубному объединению «Открытые сердца» исполняется ровно год. К этой дате воспитанники клуба готовят массу творческих сюрпризов для гостей Дома культуры. Ребята знают, у них есть всесторонняя поддержка, благодаря которой они чувствуют себя уверенными и, самое главное, нужными обществу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!